Привет, друзья! Меня зовут Лошкарёв Андрей, это проект «Всё по уму настройки». Я решил снять продолжение «Просруб», который вы видели в одном из выпусков «Просрубы», но он был тогда ещё не достроен, только начинался строиться. Вот сейчас уже его практически достроили, я тут оказался чисто случайно рядом и решил рассмотреть повнимательнее уже практически готовый сруб. В комментариях после первого выпуска про этот сруб ко мне были такие вопросы, что я всё там на пальцах, на руках объяснял. Вот, друзья, у меня сегодня есть рулетка, я вам уже более точно расскажу и покажу, какой толщины брус, замерим, какие у нас там косяки есть уже в готовом срубе и вообще посмотрим в стройплощадку, потому что я уже увидел там несколько небольших косяков. Вот так выглядит сблизи сруб наш. Всё вроде красиво, масштабно, но давайте по порядку. Первое, что я заметил, когда подошёл к этому срубу, это вот такую лужу. Как видите, грунт у нас глина, глинистый. Вот эта куча грязи, глины была вытащена из этой ямы. Как видите, вот здесь у нас образовался такой небольшой бассейн. Это образовался бассейн и потому, что здесь, во-первых, глиняная такая яма, в воде некуда уйти, но и вот здесь по месту, в принципе, у нас сейчас такой уровень грунтовых вод. Итак, первое, что я увидел, когда подошёл поближе к этой луже, это фундамент этого сруба. Значит, он у нас сделан таким образом. Сделана плита и на плиту из камней выложен цоколь. Вот можете внутри увидеть, видите, из цветных, красных, бетонных, композитных камней сделан цоколь. И уже на этом цоколе сделана обвязочная доска и брус, ой, и лаги. Значит, ой, чтобы не быть голословным. Плита у нас толщиной, как видите, где-то 16 сантиметров. 16-18 сантиметров. И на этой плите у нас сделан цоколь. Не знаю, друзья, не буду делать своих выводов каких-то. Я просто вам, как сказать, констатирую увиденное. Но мне кажется, что плита толщиной 18-17, ну дай бог, там где-то местами, может, она у них кривая получилась, 20 сантиметров. Возможно, достаточно, но я такие плиты никогда и монолитные не делал. И считаю, что такая плита, она слабовата. Слабовата не для того, что она выдержит дом. Она слабовата против давления с грунта на эту плиту. То есть она сама себя не сможет, как бы, вот, выдержать. Мне кажется, ну вот, мой вывод такой. То есть плита толщиной в 20 сантиметров, она все-таки, мне кажется, тонковата. Вот, тем более здесь, как вы увидели, когда смотрели момент про лужу, грунты влагонасыщенные, мокрые такие вот. И там очень много воды, и они очень сильно пучатся. Я это знаю, потому что я в этих краях очень много строил фундаментов. И плита делается толщиной минимум 25 сантиметров, чтобы она сама выдержала эти все телодвижения грунта. Причем здесь у нас дом достаточно большой, где-то 15 на 12 или 15 на 10. Вот, поэтому такая широкая, тонкая из 20 сантиметров плита, не знаю, мне кажется, она может треснуть. Может быть, я заблуждаюсь. Короче, я вам рассказал то, что увидел по этому фундаменту. Так, теперь по поводу толщины бревен. Чтобы некоторые меня упрекали, что я в прошлый раз мерил ладошку. Значит, бревно у нас 22. 22. 22. Значит, бревна у нас 22. 220. А в меньшей части, да, вот узкой, мы видим 12-12, 12,5 сантиметров. Да, 12 сантиметров вот в этой части. Пусть меня, не знаю, проклянут все, кто любит эти срубы из оцилиндрованного бревна, но 12 сантиметров вот в этом месте, это потенциальный мостик холода. Причем у нас же здесь еще идет щель, да, туда напихали утеплителя, да, но все равно у нас здесь слишком тонкая толщина стены в 12 сантиметров. И представляете, эти 12 сантиметров встречаются через каждые 20 сантиметров. Вот насколько это будет тепло. Да, здесь уже идет потолще и так далее. Но этот дом никак не будет ни утепляться, ни отделаться. То есть вот в таком виде люди и будут жить и зимой, и летом. Поэтому я на 100% уверен, что дома из оцилиндрованного, калиброванного 220 бревна и вот здесь у них, вот в этом месте 12 сантиметров, они пригодны только для летнего, либо сезонного проживания. Если их бы затачивать больше, скажем вот так побольше, чтобы они друг друга входили поглубже, тогда толщина будет больше, там 15-16 сантиметров. Тогда, может быть, в таком доме будет тепло и может быть достаточно, там, этих 15, ну, этих 16-17 сантиметров дерева, обычного дерева, чтобы держать тепло. Но в таком виде с 12-сантиметровой перемычкой это, конечно, фигня полная для зимнего проживания. Друзья, я зашел внутрь, здесь, к сожалению, очень темно и камера, она вот дает такую картинку. Но что мне бросилось в глаза? Если вы помните предыдущий сюжет, все бревна, но они были новые, конечно, все бревна, они были беленькие и чистенькие, а сейчас, вот видите, стена такая черноватая. Это не эффект, как бы, съемки с плохим освещением. Это так и есть. То есть практически очень много бревен почернело. Вот, особенно сильно почернели углы. Сейчас резкость наведется. Вот, очень сильно почернели углы. Прошел у нас, наверное, где-то месяц. Я не знаю, я не специалист по деревяшке, почему это происходит, произошло со срубом. Но по факту так оно и есть. Огромное количество бревен, да практически все, очень сильно почернели. Может быть, это грибок, может быть, это просто от воды, может, еще какие-то другие причины. Но сруб этот нужно будет изнутри шлифовать и убирать как-то эту всю черноту. Стены черные. Вот я здесь подошел, где посветлее. Видите, бревна почему-то все почернели. Так, кстати, я обратил еще на такую вещь здесь внимание. Здесь готовится дюймовка. Дюймовка завезена. Вот здесь дюймовка у нас. Вагонка. То есть будет что-то вагонкой отделаться. И бруски. Обратите внимание на пиломатериал. То есть весь пиломатериал у нас черный. Помните, недавно я уже снимал про дом из газобетона на продажу. Вот здесь такая же история. То есть пиломатериал куплен. Я не знаю, может быть, это не пораженный материал. Но в моем понимании черные доски – это доски, пораженные грибком. Так же нижние лаги, все нижние лаги, весь брус, а так же бревно, они тоже все черные. Ну, тут совсем плохо вам будет видно. Так, попробую найти, где посветлее. Вот, друзья. То есть брус почернел. Весь обвязочный брус внизу почернел. Ну, и лаги тоже почернел. А, вот, друзья, я забрался наверх. Значит, вот вагонка здесь у нас используется для подшивки с весом. Не знаю, зачем там бруски используются. А, бруски, наверное, для обрешетки. Вот, сделано. Здесь пока ничего не сделано. Наверху, вот видите. Одна большая комната. И сделана кровля. Как вы видите, значит, здесь брус, вот на этой стене, ой, бревно, у нас... Ай, резкость не навестись. Короче, видите, частично бревно поражено чем-то. Вот черное, черное, черное бревно. К сожалению, у меня нет возможности задать вопрос застройщику, почему так происходит, почему бревна чернеют очень быстро. Но я думаю, что это ненормальная ситуация. Может быть, нормально. Надо спросить у тех, кто занимается суррубой. Я вам показываю, что... По факту. Вот, здесь еще впереди работы. Вот, надо окна хорошо вырезать, полы настелить. Но дом уже под крышей. Дом уже под крышей. Вот, внизу, видите, одна сплошная чернота. Я спустился вниз, зашел сбоку. И вот обратил внимание на такой косяк, строительный косяк. Я, например, на своих объектах леса сразу убираю. Почему? Когда мы закончили с работой, скажем, с крыши. Потому что, когда по лесу идет дождь, от лесов, от досок барабанит вода на стену. И видите, от косого дождя стена не так уж и сильно у нас намокла и почернела. А вот где у нас леса лежат, вот, то у нас происходит забрызгивание, излишнее забрызгивание стены. И она чернеет. Также дополняет вода, которая идет с крыши. Видите, нет водостоков. Вся вода с крыши аккурат барабанит по лесам, по доскам лесов. И все летит на стену. Это такой косяк строителей. Это есть не только на срубах, это на любых видах домов и стройки. Если нет водосточки, если леса не нужны, то мы, как правило, эти леса убираем, либо переворачиваем доски, по которым ходим, чтобы от них на стену ничего не брызгало. Потому что грязная дождевая вода с крыши и на стену. Зачем это нужно? Вот еще обошел с другой стороны. Как видите, здесь навеса над крылечком нету. И все, что вот здесь находится под дождем, у нас здорово почернело. Также у нас почернело, почернел бревно, находящееся около досок, по которым барабанит вода с крыши. Повторю, строители должны были хотя бы перевернуть доски на торец, чтобы вода не барабанила по стене. Ну, вот такой мини-сюжет у нас получился про этот сруб, про который нам уже немножко известно было из первого сюжета. Значит, мое мнение не изменилось. Сруб однозначно готовится под продажу. Материалы, которые используются, как вы видели, даже по доске внутри этого сруба, черные. Возможно, они черные по какой-то безобидной причине, но я думаю, что они черные потому что поражены грибком. Во-вторых, видно, что строители, которые собирали этот сруб, их волновали только собственные деньги, они не убрали леса, что из-за этого стены забрызгиваются. И мы выяснили все-таки параметры этого сруба с помощью рулетки, что он из 220 бревна, но в меньшей части, в узкой части, вот в самой тонкой, он составляет всего 12 сантиметров. И мое мнение не изменилось. Этот дом не для постоянного проживания, а для летнего, либо сезонного, потому что стены будете, стены будут все тепло отдавать на улицу. Также не получилось вам показать, слишком темно внутри, в углах, во всех углах, щели, я думал, что бревно маленько наберет влажность и расширится, но щели там практически везде даже увеличились. И вот в самих перерубах, можете посмотреть в первом сюжете про сруб, я эти все щели показывал, они даже увеличились. То есть маленькие щели стали большими, по 3-4 миллиметра, большие стали такими, что туда входит рука. Не знаю, как это будет в будущем, возможно, люди, которые знают про срубы больше, они где-то мне в комментарии напишут, что сруб там сядет, все эти щели зажмутся, зажмутся как-то, но я не знаю. Я думаю, что сруб, когда он, наоборот, высыхает, он оседает, высыхает, он, наоборот, щели станут еще больше, не меньше точно. И второй момент мне очень не понравился, я даже не ожидал этого, что изнутри сруб начал просто очень быстро чернеть. Возможно, они его не обработали, но там были банки с антисептиком, бесцветным, и по нему видно, что они что-то там обрабатывали. А что можно обрабатывать? Так, что все чернеет. То есть, видно, что они, наверное, ничего не обрабатывали. Мне не знаю. Короче, по факту, стены чернеют, нижние лаги все почернели, нижнее бревно черное, вот. Что это такое, я не знаю. Я думаю, что это все-таки прожение грибком, это плохо. Как-то это надо будет будущему владельцу убирать, либо застройщику, чтобы продать дом, нужно будет дополнительно шлифовать все стены. Ну, а зачем в будущем тратиться на эту процедуру, если изначально можно было как-то этого избежать? То есть, бревна сразу чем-то обработать, строить как-то аккуратнее, чтобы воды меньше попадало. Ну, вот, друзья, короче, вот такой получился мини-сюжет. С вами был Андрей Лошкарев. Всем пока и до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!